Швейцарская фондю покорила изголодавшихся по заграничным диковинам соотечественников в начале нулевых. Как только комплекты для его приготовления попали на прилавки магазинов, тенденция стала массовой, но быстротечной. Теперь фондюшница наверняка у многих пылится без надобности. Это в том, что это достаточно очень жирное блюдо, калорийное. Оно не входит как раз в одну из тенденций современного представления о ресторанном бизнесе, о здоровом питании. Поэтому здесь есть сложности. Поэтому люди, оно не широко используется. Самое известное блюдо со сниженной калорийностью фондю по-китайски. Согласно легенде, странник швейцар назвал его хризантема. В горшочке, кстати, варили бульон. Чтобы приготовить бульон, во-первых, его нужно заранее готовить, где-то за час. Он минут 40 должен покипеть. Чтобы получился вкусный бульон, нужно в холодную воду положить курицу. А если хотите, чтобы мясо было вкусное, то в горячую. Дальше добавляем в этот вариант анис, две звездочки, перец горошком, имбирь и немножко соевого соуса. И получается у нас такой азиатский бульон. Наваристый и с такими нотками имбиря и аниса. Смело опускаем туда кусочки курицы, овощи и дары моря. К концу трапезы бульон становится очень наваристым. Настоятельно рекомендуем сварить в нем лапшу, к примеру, рисовую. Для любителей чего-нибудь пожирнее и погуще приготовим бургундское фондю. Для того, чтобы приготовить бургундское фондю, нам необходимо разогреть растительное масло. Сначала мы его раскалим на плите, затем перельем в фондюшницу. Далее мы нарезаем ингредиенты. Это могут быть овощи, морепродукты, любое мясо. Накалываем на вилочки и буквально на 2-3 минутки опускаем в горящее масло. Это фондю было придумано очень давно и стало прародителем фритюра. Не забудем и про десерт. Вместо приевшегося американского фондю с плавленным шоколадом мы предлагаем подогреть взбитые в блендере сливки с бананом. Как только масса на огне загустеет, смело окунаем туда любые сезонные фрукты. Нет под рукой сливок, заливаем 200 грамм сахара водой и вывариваем сироп. Приложите немного усилий и фунт фантазии, и фондю станет эффектным украшением званого вечера или даже обычного обеда. Стоит только отойти от привычного рецепта и начать творить.